Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о послании президента с аналитиком, директором форсайкингового агентства «Эксимар» Айман Турсынка. Здравствуйте. Добрый день. Ну, я сначала вам скажу, как бы, мнение одного эксперта. Он, пожалуй, конечно, остаться неизвестным, но высказался в таком ракурсе. Прошло бодро, конкурсы интересные, но мы все это видели. Вопрос к вам. А для вас что-то новое было в послании президента? В послании президента изменилось несколько структур. И главный месседж, который был озвучен, так сказать, в прелюдии данного послания, наконец-таки до этого 28 лет подряд президент говорил о том, что экономика прежде всего, а остальное все потом. На этот раз он сказал о том, что мир так усложнился, все так стало зыбко. И в этом качающем мире мы поняли, что незыблемым остается только одно единственное благо. Человек. Человек. Ну, скажем так, что человек превыше всего, это я еще в высказываниях президентов обращал внимание, аргентинский президент накануне дефолта. То есть, человек превыше всего, а потом все рухнуло и государственное распоряжение не больше 1000 долларов в месяц снимать физическим лицам. Вопрос. Надеюсь, все не так плохо, что вспомнили о человеке, что ему скоро достанется по полной программе. Вот как раз таки все именно так плохо. Почему? Потому что, убедившись в том, что у нас экономика никак не развивается в должном, в нужном направлении, несмотря на триллионные вливания ежегодно, в том числе из наших с вами лично карманов, да, как вкладчиков ЕНПФ, как налогоплательщиков, естественно, сейчас взоры всего, без исключения правительства, обращены на нас, на таких вот обычных среднестатистических людей, которые, оказывается, по стандартам Всемирного банка, живут за чертой бедности менее чем на 5 долларов в день. И при этом Марат Шибутов говорит, что люди – это новая нефть для правительства, то есть теперь из них все качают. Да, и причем будут качать не только, получается, сколько бы мы не протестовали весь этот год против ввода так называемого налога на безработицу, сколько бы эту тему не пытались, в общем-то, да, перевернуть в здравое русло, в любом случае провозглашая государство всеобщего труда, говоря о том, что каждый должен иметь достойный заработок, но при этом говорит о том, что прежде всего каждый должен сначала заплатить налоги, а потом уже иметь достойный заработок, мы все равно неминуемо с 1 января 2019 года получаем и все прелести обязательных пенсионных отчислений на всех фрилансеров, причем на все, без исключения гражданско-правовые сделки, включая там продажу или аренду машин и так далее, а также налог на безработных в полной своей красе ЕСП будет работать. При этом самое интересное, я хотела бы отметить о том, что именно с 1 января 2019 года вводится всеобщее обязательное декларирование. В послании президента прямо говорится об ужесточении репрессивного характера налогового администрирования для массового плательщика, а вот по закону о государственной службе декларирование государственных служащих отложено до 1 января 2020 года. Нонсенс. То есть, получается, сначала нужно посчитать народ, а потом слуг государевых. Вот именно. Потому что слугам государевым дается ровно год на то, чтобы спрятать хвосты. Скажите, я так понял, в этом послании такие очень много блоков, и все они, так понял, финансово емкие, да? В принципе, да. То есть, если рассматривать само послание, оно впервые разбито по той структуре, по которой обычно я, например, как региональный эксперт, в общем-то, разбиваю социально-экономическое развитие региона. Я ставлю в углу обычно благосостояние горожан. Почему? Потому что они формируют бизнес и формируют те самые налоговые поступления, которые необходимы. Качество жизни – самое важное, в общем-то, да, условие для того, чтобы удерживать, так называемый, вот эту новую нефть, как Шибутов выразился, в общем-то, да, на месте, не давать им иммигрировать. И в то же время, в общем, привлекать инвестиции. Среда проживания. Потому что от того, насколько комфортно тебе проживать, человек может выбрать себе, как страной обитания, Казахстан, либо совершенно другую страну. И уже, как важный элемент, были выдвинуты такие блоки, как госапара, внешняя политика и непосредственно развитие уже гражданского общества. Я сейчас подробнее расскажу. Таким образом, в послании именно то, как работают сейчас урбанисты, и была предложена разбивка на шесть вот этих блоков. Такое ощущение, что очень сильно постарались, в общем-то, да, ребята из ОЭСР, из ОБСЕ, из ООН Хабитат. Ну, в общем, повлияли все-таки на спичмейкеров, на спичрайтеров. Что касается роста доходов, общий вес инициатив не такой уж большой, кроме одного интересного момента. На продвижение экспорта, который попал именно в этот блок, да, правительство намеренно сейчас выделяет около 500 миллиардов тенге. Что касается дорожной карты бизнеса, ее общий объем финансирования сохранится в прежних пределах, но при этом добавится еще дополнительно 30 миллиардов, поскольку есть определенные опасения, недостаточное развитие этого направления. При этом зарплаты всех работников, которые заняты сейчас на низкооплачиваемых, то есть ниже минимального уровня заработной платы, будут выращены в общей сложности на 96 миллиардов тенге. Что самое важное и что хотелось бы все-таки попросить, пересмотреть, так это вот переход на репрессивную модель налогообложения. Когда мы все время выступали, не только я, но и другие эксперты, о том, что кривая Лафера действует гораздо лучше на увеличение налоговых поступлений, на выведение экономики из тени, мы как раз таки говорили об облегчении администрирования налоговых процедур, об исключении налоговых повинностей с доходов тем лицам, у которых доходов как таковых нет, поскольку государство ошибочно считает доходом то, что человек и туго получает. Вот, допустим, вы получаете минимальную заработную плату или минимальную пенсию, допустим, месячную, у вас ее на жизнь не хватает, вы в убытке, не так ли? Правильно же, да? Вы постоянно берете в кредит, в долг для того, чтобы хоть как-то выживать, сводить концы с концами. Но все, что вы получили, государство считает доходом и пытается обложить это налогом. Включая кредит, да? То есть будут налоги на кредиты. А вы прекрасно понимаете, что с депозитной базы у нас 10% ИПМ банки платят, то есть с пенсии, которые сейчас выплачиваются из системы накопительной, тоже 10% ИПМ оплачивает ЕНПФ за нас. Вычитывая это из наших доходов. То есть фактически получается, никакой дивидендной прибыли у нас на пенсионные накопления нет уже давно. Второй блок – качество жизни. Здесь как-то все очень так странно ограничивалось, да? С одной стороны, такой размах был дан. Повышение качества образования, повышение качества медицины. При этом почему-то решили модернизировать детские садики, совершенно проигнорировав проблему того, что для того, чтобы создать общество всеобщего труда, людям нужно дать на профессиональные навыки и обеспечить их доступом к достойному заработку. А что это делает? Это делает только система среднего технического профессионального образования и высшее образование. Об этом ни слова в послании нет. Соответственно, все, что из финансово емких моментов в разделе «Качество жизни» было описано, это то, что общее увеличение заработных плат всем медикам, занятым в бюджетной системе здравоохранения, и того будет увеличено там до 5 миллиардов тенге. Третий блок – среда обитания, среда проживания. Здесь как-то перемешалась и физическая инфраструктура, и судебная реформа, и реформа, так сказать, безопасности жизни через реформу правоохранительных органов. То есть все-таки летние события даром не прошли для правительства. Видимо, посчитали хоть как-то отметить легким штришком, обозначить, что какая-то реформа правоохранительных органов предстоит. Но, когда вчитываешься в смысл того, что предлагается, понимается о том, что виновные вовсе не будут наказаны, порядок вовсе не будет наведен, просто им облегчат жизнь, избавят от лишних обязанностей. То есть, получается, теперь в случае каких-то эксцессов полиция просто за них не будет отвечать? Да, потому что все переходит на соседский досмотр, присмотр. Да, потому что мы, получается, здесь за порядком должны следить, а беспорядки нас не касаются. Вот именно, вот такая вот ситуация. Четвертая часть госаппарата, она вообще интересная. Тогда как минимальные заработные платы увеличиваются там где-то, где-то на уровне инфляции, то госаппарату, госчиновникам президент прямо указал в два с половиной раза увеличить оклады. Как это решить, проблему коррупции, непонятно. А сокращение в рядах государственных чиновников, которые на сегодня даже по стандартам ОСР являются наиболее высокими в мире, да, то есть у нас 266 чиновников, да, 10 тысяч жителей, что совершенно. Это не считая правоохранительные органы. Норма в нормальных государствах не больше 180, да. О сокращении речи нет. То есть, как говорил президент при озвучивании своего послания о том, что у нас каждый чиновник любит еще, чтобы рядом секретарша была. Так никто же не обратил внимания на это. Вот так и будут секретарши, у секретарши будут еще секретарши. Это все? Нет, и есть, конечно же, пятый блок внешней политики, в которой говорится о том, что Казахстан должен переходить к более решительной торговой политике. Видимо, все-таки критика того, что наш бизнес, особенно перерабатывающая отрасль, жестко пострадали от программ интеграции в едином экономическом пространстве в связи с таможенным союзом. Не секрет о том, что больше 97% всех доходов от импорта на всю эту территорию любых товаров, приходящих от третьих стран, оседает, аккумулируется только в Российской Федерации. У Казахстана поступление именно по оборотам внешне торговым от импортных операций и экспортных операций упал в 4 раза только за последние 5 лет, что является достаточно ощутимым уроном для общей собираемости налогов. С другой стороны, постоянные беды с нашим курсом национальной валюты приводят к тому, что сам по себе импорт становится невыгодным, но за все эти 28 лет не было создано условий для того, чтобы у нас внутри государства развивался нормальный перерабатывающий сектор. Это видно даже на том, что у нас фактически дологовая нагрузка именно на перерабатывающий сектор наиболее высокая в Казахстане в разрезе всех секторов. Наиболее низкая она сегодня только на торговый сектор. При этом получается так, что торговый сектор зависит только от импортных поставок и дальше и дальше усугубляет получается плачевное состояние внутренних отечественного товаропроизводителя, а проблему эту решать никто не собирается. Все, что отнеслось к пятому блоку внешней политики, сложилось таким образом. Казахстан был, останется великим медиатором на евразийском пространстве, только мы помогли решить конфликт в Сирии. Все. Скажите, а вот торговый сектор, какие бы ему не создавали условия, но если платежеспособность населения падает, это его все равно не спасает, да? Абсолютно. Он жестко привязан к доходам граждан? Конечно. Если покупательская способность падает, в общем-то, да, то, что сегодня у нас уже почти 99% целиком во всех секторах это только розничный сектор, то есть розничные продажи, он говорит о чем? О том, что сейчас, сегодня торговля зависит только от того, насколько будет платежеспособен человек. Если они сейчас все, без исключения, перешли, были когда-то какие-то по ценовым коридорам иерархии, да, какие-то свои сегменты рынка для ритейла, то сейчас ритейл весь ушел без исключения в эконом-сегмент. Самое ужасное, что именно ритейл-сектор сегодня стал как раз-таки активным кросс-партнером для тех же самых розничных банков по розничному кредитованию. Если ранее мы сидели и смеялись и говорили о том, что докатились, да, зубную щетку и белье вы можете купить в кредит, то сегодня, извините, еду покупают в кредит. Это о чем говорит? О том, что настолько упала платежеспособность населения. Один вопрос. А из послания президента видно, что платежеспособность населения упала и власть это осознает? Нет, власть совершенно этого не осознает. Власть просто говорит о том, что хайморду баловать, давайте теперь денежки стричь со всех без исключения. Вы же самозанятые, а раз вы самозанятые, значит, вы просто миллиардами нелегальных денег ворочаете. Слушайте, а вот борьба с коррупцией, она как-то присутствует? Вот чтобы как раз-таки поймать тех, у кого нелегальные миллиарды. Борьба с коррупцией как-то так обозначена, да, в рамках, допустим, той же самой третьего почему-то блока, не четвертого. Четвертый блок – это госаппарат, да, коррупция связана только с госаппаратом, с квази-государственными структурами. Где иначе еще развивать коррупцию? У нас бизнес не такой крутой, чтобы бизнес-коррупцию развивать. Но ее поместили почему-то в третий блок, в среду обитания. И как-то так написано было о том, что да, у нас есть антикоррупционная стратегия до 2025 года, да, мы выполняем рекомендации ОСР, да, мы делаем и работаем и так далее. Но ни слова не сказано о том, чтобы приравнять весь квази-государственный сектор, да, к непосредственно, да, к тем же самым механизмам контроля, которые сегодня установлены над госслужами. Ни слова не сказано о том, что государство имеет беспрецедентно высокую долю в экономике, 60% от ВВП методом производства. И вы представляете себе, да, что если у нас ВВП составляет где-то 100, почти 130 миллиардов долларов, да, 60% от 130 миллиардов долларов, это та самая коррупциогенная часть экономики, в которой тают и тают средства налогоплательщиков. Вот об этом ни слова не было сказано. О том, как будут бороться с этим, тоже ни слова не было сказано. Также ни слова не было сказано о том, почему и на какие цели, и какой эффект в итоге для граждан, для государства принесли многотриллионные вливания в банковский сектор. Ничего об этом не сказано, только про озвучено о том, что мы еще будем вливать. Ну, в принципе, о том, что несказано, можно говорить бесконечно, а о том, что сказано, мы, в принципе, уже услышали. Ну, есть еще последний, шестой пункт, который вызывает больше всего недоумения, поскольку вес его весьма солидный, полтора триллиона тенге. Вот, именно на эту инициативу, которая называется очень красивая и выдушевляющая для либералов, вовлечения граждан в принятие решений государства, да, сопричастность каждого гражданина к делам государства. Прочитав это, я просто подумала, боже что мой, мы пошли по пути демократизации. Прочитав подробно, что внутри находится, я поняла, что это просто рухани Кангару и все. Извините, не Жангару, а именно Кангару, потому что на самом деле там просто говорится о каких-то непонятных инициативах, тусовочках. Как-то вскользь было замечено о том, что будут делать какую-то программу АУ Ель Бесега. Чем именно будет эта программа отличаться от предыдущей программы развития сельских территорий, непонятно. Хотелось бы верить, что ее потом разошьют в какую-то достойную программу по решению проблем сельской молодежи, но этого в послании не звучало. Ну, наверное, надеются, что вся сельская молодежь уже в городе, а там уж как-нибудь устроится. Возможно, да. Ну, большое спасибо вам на гостях Байман Турсенкан. Надеюсь, нашим зрителям послание президента стало более понятным. До свидания. До свидания, спасибо.